Ну, стоит ли богатым быть? Чтоб вкусно никогда не съесть, не спить и только деньги лишь копить. Да и на что? Умрем ведь все оставим. Мы только лишь себя и мучим, и бесславим. Нет, если б мне далось богатство нового дела, не только бы рубля, я б тысяч не жалел, чтоб жить роскошно, пышно, и о моих пирах далеко было бы слышно. Я даже делал бы добро другим, а богачей скупых на муку жизнь похожа. Так рассуждал бедняк с собой самим, в лачушке неизменной на голой лавке лежа. Как вдруг к нему сквозь щелочку пролез, кто говорит колдун, кто говорит, что бес, последний едва ли не вернее. Ну, и с дела будет-то виднее, предстал и начал так. Ты хочешь быть богат, я слышу? Для чего? Служить я другу рад. Вот кошелек тебе, червонец в нем не более, но вынешь лишь один уж там, готов другой и так, приятель мой. Разбогатеть теперь в твоей лишь воле возьмешь и из него без счета вынимай, покуда будешь ты доволен, но знай. Истратить и червонца ты неволен, пока в реку не бросишь кошелька. Сказал и с кошельком оставил бедняка. Бедняк от радости едва не помешался, но чуть опомнился, за кошелек принялся. И что ж, чуть и верится ему, что то не сон, едва червонец вынет он, уж там другой червонец шевелится. Ах, пусть ли счастье мне до утра продлится, бедняк мой говорит. Червонцев я себе поутаскаю груду, так завтра же богат я буду и заживу, как сибари-бари. Однако ж, поутру он думает другое. То правда, говорит. Теперь я стал богат, да кто ж добру не рад. Но почему бы мне не стать богаче вдвое? Неужто лень над кошельком провести еще хоть день? Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу. Но если накупить могу я деревень, не глупо ли, если я случай к тому утрачу? Так удержу чудесный кошелек, уж так и быть, еще я поговею один денек. А впрочем, ведь пожить всегда успею. Ну что ж, проходит день, недели, месяц, год. Бедняк давно уж потерял в червонцах счет. Меж тем, он скудно ест и скудно пьет. Но чуть лишь день, а он опять за ту же работу. День кончится, и по его расчету ему всегда чего-нибудь не достает. Лишь кошелек нести сберется, то сердце у него сожмется, придет к реке, воротится опять. Как можно, говорит, от кошелька отстать, когда мне золото за море кою льется? И, наконец, бедняк мой посидел, бедняк мой похудел, как золото его бедняк мой пожелтел. Уж и о пышности он более не смекает. Он стал и слаб, и хил, здоровье и покой утратил все. Но всю дрожащую руку из кошелька червонцем он таскает. Таскал, таскал, и чем же кончил он? На лавке, где своим богатством он любовался. На той же лавке он скончался, досчитывая свой девятый миллион. Субтитры создавал DimaTorzok